Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя городная азбука. Сегодня 16 июля и вот я сейчас буду заниматься в теплице. И как раз у меня здесь расстоит видеокамера, я хочу снять последнее, завершающее видео, итоговое, о заготовке семян. Я уже рассказала вот здесь, с каких семян нужно брать, ой, с каких томатов нужно брать семена. Потом показала, как я выпускаю семена и во втором показала, как сбраживает, промываю все. И теперь я все вопросы, которые после этих видео пришли, сейчас озвучу и отвечу на них. Потому что остались некоторые моменты неосвещенные. Вот спрашивают, есть ли семена, ой, есть ли растения, например, ну такое бывает хиленькое, или света мало, солнце, или погода дождливая, или там, ну неудавшееся, такое маленькое, хиленькое, но вам хочется развести этот сорт, можно ли брать с него семена? И повторит ли оно вот сортовые характеристики? Да, и со слабых, и с маленьких, с таких заморышей, и с мелких плодов, в крайних случаях можно брать семена, потому что вы поймите, что вот характеристика о качествах томата, томата, она заложена на генетическом уровне, и не важно, что будет маленький томат, что будет большой томат, она все равно воспроизведет этот сорт, эта информация внутри, вот там где-то на генном уровне, и любая информация из вне, она не повлияет, не влияет ни погода, ни условия выращивания, ничего, влияет только на вкус и на размер томата. Да, вот с таких хилых, со слабых растений будут меленькие семена, но потом, посеяв их еще раз, и сделав им условия получше, покомфортнее, вы вырастите полноценный томат, который повторит все материнские качества, свойства того сорта, который вы выбрали. Я вот точно так же делаю, когда покупаешь магазинные семена, вы видели, там они какие, милипюсики такие маленькие, я вот сею пачку, я всегда говорила, мне достаточно лишь бы два росточка слабых, хилых взошло, я из них потом выращу, не в этот год, а вот через год будет полноценное, хорошее дерево, ну, от которого уже будут крупные, отборные такие семена. Дальше еще что? Так. А, про адаптацию. Был вопрос, что правда ли, что чтобы сделать районированные семена, достаточно взять любые, высадить у себя в своем регионе, и через год, через два он уже будет районированный и приспособленный к этим, ну, к вашему климату. Да, здесь есть доля правды, я сейчас расскажу про свой опыт, я не знаю, как полностью это, 100%, да, он будет районированный или нет. Мне, если нравится что-то, что я хочу вырастить, я вот много раз делала так с дынями, с арбузами, привозят дыню с Узбекистана, раньше не было вот этих семян, медовые дыни, торпеды. Берешь семена, высеваешь, я и дыню, и арбуз так делала, сеешь. И в этот год она может быть даже и не такая будет, как хотелось бы, но через год уже получается дыня почти сибирячка, со вкусом вот той узбекской дыни, но меньше размером. У нас они такие не вырастают, у нас лето короткое, если она, например, не успевает вызревать, я ее уношу, под кроватью она лежит, дозревает. Также с покупными семенами. Покупаю просто томат, который мне понравится где-то, неизвестно какой сорт, он тоже привезен откуда-то, обычно вот с Казахстана привозят, хорошие, красивые такие. Высеваю. В этот год даже если ему что-то не нравится, холодно или что, то через год он уже будет более приспособлен и растения, они адаптируются. Ну не знаю, в какой степени это считается, что они становятся районированными, но то, что они привыкают к тому климату и набираются вот информации о том, какая будет окружающая среда, что в семенах уже они, наверное, запоминают, что было холодно, значит на следующий год, наверное, тоже будет холодно. И они как-то немного делаются у нас сибирскими. Вот я сказала про то, что можно с хилых, со всяких слабых собирать, но если кому-то нужны, например, элитные, такие отборные семена, если вы хотите для себя вот сорт получить, чтобы были такие вот прям, ну элита, тогда вам нужно подойти внимательнее. Нужно по всем характеристикам сорта пройтись. Нужно посмотреть, какой из кустов, например, посадили вы 6 кустов одного и того же сорта, с какого взять семена, чтобы были лучшие, тогда посмотрите, какой больше соответствует, чтобы соответствовала высота растения, вес плода, и цвет, и форма. И всегда, когда, например, сердцевидные или сосулечками, выбирайте лучше те, которые больше форму напоминают родителей. Ну, например, написано, если он должен быть сердцевидный, значит, выбирайте прям выраженной сердцевидной формы, округлой убирайте. Потом, так, а, и если вы собираетесь получить отборные семена, то вот тот, который выбрали, нормируйте количество плодов, то есть убирайте лишнее и сделайте, чтобы плоды на этом кусте были такие большие, отборные. Ну, ясно, что вот с такого, со здорового, с характерными признаками томата, из крупных плодов будут элитные семена, самые-самые. Так, про гибриды, вот много вопросов. Можно ли собирать с гибридов? Ну, с гибридами тут такая ситуация. Они же из нескольких сортов сделаны, переопыленные. Поэтому с гибридов мы не собираем, и у меня ни одного гибрида на участке нет вообще, только сортовые. Но некоторые люди собирают с гибридов, и гибрид, он, вот, например, если это гибрид, его семена на следующий год могут повторить материнские качества, но могут и не повторить. А через год, это уже стопроцентно, что он может начинать расщепляться. То есть томат может быть похож или на один сорт, или на другой, на любой из сортов, которые были, но участвовали, которые в создании сорта. Вот когда создавали, несколько сортов склепляли. Так что вы можете получить совсем другую форму, совсем, ну, совсем другой томат. И вы не будете знать, как он называется. Поэтому собирать семена с гибридов, это путь в никуда, в неизвестность. Никогда он на протяжении многих лет, но опять же подсказывают зрители, что можно с этого гибрида собрать много семян, и каждый год, ну, на протяжении, там, трех-пяти лет, высевать именно эти семена, а новые уже не собирать. Так, еще вопрос. А вот про бурые, про зеленые, с каких все-таки можно собирать? Ну, вот то, что со спелых, ясно. То, что с бурых, тоже. Вот когда бурый томат, его можно снять, можно положить его, он доспеет, и с него будут прекрасные такие же семена. И про зеленые я когда говорила, что я не знаю, я ни разу зеленых не собирала, но зрители пишут, что есть такие случаи, что собирает из зеленых, главное, чтобы он дорос, и чтобы он был, как, не пупырышечка, дорос вот до того размера, который должен быть, но не успел поспеть. Его можно снять, положить на дозаривание. И вот зрительница, которая писала, она сказала, что у них так собирают, но всхожесть будет плохая, 50%, но если вам нужен именно этот сорт, то вам этих семян хватит, просто будете высевать количество в два раза больше, чем обычно. А вот Разида Валиева еще спросила, кладоспориоз, можно ли собирать с томатов больных кладоспориозом семена? Ну вот про заболевания, тут вопрос, конечно, такой щепетильный, везде пишется, что только со здоровых растений, только со здоровых, чтобы не было признаков заболевания. Но мы все понимаем, что в жизни никогда у нас нет идеальных условий. И кладоспориоз, это такая болезнь, которая на каждом втором участке. Ну, короче, у многих этот кладоспориоз. И люди все-таки собирают, и потому что, я сразу скажу, что я точно не знаю, но некоторые говорят, что кладоспориоз не передается, вот через семена. И кто собирает, они все-таки надеются, что протравив хорошенько весной эти семена, это заболевание, оно как, обеззаразится семена и будет. Я говорю, что я знаю многих людей, которые собирают с кладоспориозом. Тут с кладоспориозом больше опасность, знаете как, не через семена заразить будущие растения, а через грунт. Потому что, если в этом году есть кладоспориоз, и вот эти споры, они где-то в земле сохраняются, они очень долго сохраняются, так что вы не сильно рискуете, что у вас будет на будущий год кладоспориоз из семян, скорее всего он повторится просто из-за того, что он у вас сохранится в грунте. От него отделаться очень сложно. Так, ну про семена, наверное, все. Теперь уже я думаю, что со всех сторон мы обмусолили эту тему семян, и как заготавливать, и как сушить. А, еще про сроки. Вот еще вопрос был, не записала. На какой год лучше сеять эти семена? Вот нынче мы собрали. Сколько лет их хранить? Вот смотрите, томаты, семена, это не огурцы. Огурцы говорят, что на первый год у них плохая всхожесть, будет много пустоцветов, нужно, чтобы отлежались два года, некоторые сеют, даже на третий год держат. Томаты, другое дело, свежие семена томатов имеют прекрасную всхожесть. На следующую весну, в 2020 году, вы посеете эти семена, и они поразят вас всхожестью, именно вот такой живучестью, здоровьем. Но, можно посеять и через два года, и через пять лет, семена томатов, рекомендованная такая, срок хранения, пять, семь лет. Но, после пяти лет, когда у вас будет семь, восемь, десять, они могут и двенадцать лет сохранить схожесть, но после пяти лет, когда вы будете высевать, нужно повышать количество семян. Например, если вам надо десять растений, то вы будете уже раскладывать не десять, а тринадцать или пятнадцать, потому что после семи лет процент схожести немножко начинает снижаться. Вот самые хорошие семена считаются от одного до пяти лет. Все. До свидания. Ой, сейчас предстоит мне работка. Продолжение следует...